друзья сегодня у нас тема довольно важная и интересная которую я давно уже обещал тем более начинается сезон это значит самое время заняться сравнением мотомасел ну а главное нужно определить их отличие от автомобильных ведь и многие говорят что такие масла более выносливые а кто-то их даже заливает свои авто поэтому сегодня в этом всем разберемся у многих в наше время есть и техника на которой установлен мотодвигатель неважно это мотоблоки может быть какая-то самодельная техника детская взрослая не суть главное что данные двигатели требуют свое какое-то масло и я сейчас не про двухтактники говорю там масло добавляет сразу в топливо и заливается в бак мы кстати тесты двухтактных масел уже проводили можете посмотреть на канале сегодня же мы рассмотрим четырехтактные масла их уже не нужно смешивать с бензином и двигатели такой техники уже довольно схожи с автомобильными однако имеет существенное отличие например в том что охлаждение у них не то сольная воздушная также там обороты более высокие но и на каких-то мото двигателях еще тем же самым маслом охлаждается сцепление и получается если залить обычное автомобильное масло которое имеет очень высокие смазывающие свойства то сцепление просто начнет буксовать по крайней мере так сказали продавцы которые занимаются вот такими вот маслами и давайте-ка сегодня это все выясним для тестов масел также возьмем всеми любимую машинку трения кто помнит изначально было нажать вот данным валом но электронные весы тут потупливали поэтому вернул обратно механику и вроде как нормально в общем первым на тест пойдет масло manol наливаем также как и всегда по 4 миллилитра в итоге manol выдержал семь с половиной килограмм как обычно после каждого теста зачищаем вал и поворачиваем деталь чтобы условия у всех масел были одинаковыми далее на тест идет масло каунтри если честно я такое вообще не встречал только двухтактная ладно пробуем 4 килограмма как-то маловато следующий матюль это пожалуй самое дорогое масло в сегодняшнем тесте посмотрите какое на темное почти 10 килограмм неплохо очень даже неплохо частенько я рассказываю вам какое масло лучше залить и где выгоднее его масло на на протек премиум прям элитное какое-то масло ладно пробуем 5 килограмм середнячок а это у нас полимериум если помните она всегда себя хорошо показывала 8 килограмм ну сегодня это уже не лидер всеми любимый лук ну хотя как сказать наверное многие его льют потому что в магазинах нет других 5 с половиной килограмм ну по сути пойдет как вы заметили показатели практически такие же как на автомобильных маслах и их у меня возник интерес в чем тогда отличие поэтому я зашел на oil club и посмотрел анализы тех и других масел парочку даже распечатал и сейчас давайте вот их сравним я почему-то думал что будет основная разница именно в вязкости однако она практически такая же что при 40 что при 100 градусов и индекс вязкости тоже практически один наличие таких элементов как фосфор цинк и кальций в них это же примерно схожи да и в остальном я тоже особо ничего не заметил единственное отличие которая прям бросается в глаза это щелочное число питон на автомобильном она выше соответственно такое масло даже лучше я сначала вообще не понял в чем разница и зачем их так делить и однако потом увидел цены и все стало ясно ведь мотомасла стоит примерно тысячу сто за литр ну а обычные автомобильные 700 рублей вот вся разница я конечно ничего не имею против масло по сути это неплохое но поднимать в два раза стоимость за одну только этикетку мне кажется это какой-то наиплава тот же момент знаю много людей которые выкатывают свои мотоциклы и какую-то технику на обычных автомобильных маслах и знаете что у них обычно происходит ничего они просто ездят но тут же возникает вопрос что со сцеплением почему она не буксует ведь она умывается этим самым автомобильным маслом дело в том что в нем используется специальный фрикционный материал и масло для него вообще не помеха ведь она специально была рассчитана для работы в таких условиях допустим если взять механическую трансмиссию там тоже есть синхронизаторы которые останавливают шестерни и это тоже все отлично работает несмотря на то что масло там очень скользкая я ни в коем случае не отговариваю вас от мото масел возможно у них тоже есть свои какие-то плюсы хотя бы в том что такие масла менее популярны и соответственно их не так часто подделывают поэтому покупая мото масло вы будете уверены в том что она оригинальная хотя это не точно в общем думайте сами а мы продолжаем тест масло кикс так не понял где написано что она мотоциклетная похоже в магазине опять ныне хотя если сказали что мод значит надо тестировать по-любому не только я повелся на это 6 половиной килограмм ну такой среднячок а это у нас масло total давненько у меня уже лежит данная канистра надеюсь не испортилась 7 килограмм ну в принципе нормально сейчас давайте еще посмотрим износные детали поворачивала я ее в правую сторону получается износ нужно смотреть справа налево в общем даже на глаз видно что где меньше пятно износа там была выше нагрузка до заклинивания но помните что это только один параметр из множества свойств масла ну что ж друзья очередной тест у нас завершён я думаю многие сделали соответствующие выводы и обязательно поделитесь данным видео со своими знакомыми мотоциклистами посмотрим что они скажут по этому поводу но у меня на сегодня все спасибо за внимание и пока